Слава тринадцатая книги пророка Осии Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов, из серебра своего по понятию своему. Полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям, целуйте тельцов, зато они будут как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них, как лев, как скимен, буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать в местилище сердце их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя во гневе моем, и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его, он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа, раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и сохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов.